МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оно прошло в Москве под председательством Владимира Путина. В своей вступительной речи президент отметил, что в российском рыбопромышленном комплексе накопилось немало вопросов и проблем. Поэтому сегодня главная цель – определить меры, которые будут способствовать наполнению российского рынка качественной и доступной по цене отечественной рыбной продукции. Участие в заседании Госсовета, посвященного рыбной теме, принял и губернатор нашего округа Игорь Кошин. Один из основных вопросов, волнующих рыбохозяйственный комплекс страны, это квоты на вылов рыбы и другой аквакультуры. В настоящее время рыбодобытчикам выдается разрешение по так называемому историческому принципу – вылов определенного объема рыбы на 10 лет, и это правило будет действовать до 2018 года. Глава рабочей группы Государственного совета Олег Кожемяка предлагает увеличить срок действия квот. Долгосрочные квоты обеспечили инвестиционную привлекательность отрасли, необходимую подпитку банковскими кредитами, учитывая очевидный экономический эффект, достигнутый долгосрочным закреплением квот, сказал Кожемяка на президиуме Госсовета. Для дальнейшего развития отрасли и создания условий для привлечения инвестиций предлагаю увеличить срок закрепления доли квот на вылов морских биоресурсов до 15 лет. Минсельхоз и Росрыболовство сейчас предлагают увеличить этот срок до 25 лет. По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, увеличение срока действия квот до 15-20 лет сделает бизнес в этой отрасли предсказуемым, и инвесторы будут вкладываться, рыбаки прежде всего. Помимо увеличения действия квот на вылов рыбы, Росрыболовство предлагает внести изменения в законодательство, которое позволит с помощью выделения специальных квот на вылов стимулировать строительство новых судов, так называемые квоты под киль. Этот проект документа предлагает выдавать в виде квоты субсидию для рыбопромышленников, если они будут строить новые траулеры на российских верфях, но только после того, как они сдадут их в эксплуатацию. Еще одна проблема современного российского рыбопромышленного комплекса – изношенность корабельного парка. Сами чиновники признают острую нехватку новых рыболовных траулеров, отвечающих современным требованиям. По словам заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчукам, строительство нового рыболовецкого флота, который увеличит ежегодную прибыль в отрасли до 115 миллионов долларов, потребует 1,2 миллиарда долларов. Рабочая группа под руководством губернатора Сахалинской области Олега Кожемяка работала несколько месяцев для того, чтобы представить итоговый доклад о состоянии рыболовецкой отрасли и предложения по дальнейшему развитию президенту. Документ ляжет в основу поручений главы государства. В итоговый доклад вошла и инициатива НАО о создании реестра лиц коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, для которых рыболовство является основой существования. Право получения квот на добычу водных биоресурсов для традиционной хозяйственной деятельности будут иметь только лица, внесенные в этот реестр. Сегодня мы находимся в условиях, когда рыболовной отрасли необходим новый импульс. Стимулирующий эффект от принятых десятки лет назад решений практически исчерпан, отметил Игорь Кошин. В условиях импортозамещения остро стоит вопрос о насыщении внутреннего рынка свежей, вкусной, высококачественной рыбой. К сожалению, сейчас зачастую такое сырье отправляется на экспорт, а российскому потребителю предлагают аквакультурную импортную продукцию, высокая цена которой не соответствует ее низкому качеству. На уровне региона наши задачи абсолютно созвучны федеральным, подытожил губернатор округа Игорь Кошин. Президент страны четко обозначил вектор развития. Всеми мерами способствовать развитию рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отраслей, создавать необходимую инфраструктуру, строить судам. В условиях импортозамещения отечественная рыбная продукция должна идти не на экспорт, а полностью насыщать внутренний потребительский рынок. В эту задачу готов включиться и наш регион. Рыбохозяйственный комплекс вновь должен стать для Ненецкого округа одним из приоритетных направлений развития. Об этом в интервью нашему телеканалу сказал руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Олег Белак. На заседании Президиума Госсовета Владимир Путин отметил, что в российском рыбопромышленном комплексе накопилось немало вопросов и проблем. Они касаются и вопросов квотирования, изношенности рыболовецкого флота и отсутствия рыбоперерабатывающей инфраструктуры. Проблемы характерны для многих рыбодобывающих регионов. Ненецкий округ не исключение. Сегодня промышленным ловом рыбы в море и внутренних водоёмах региона занимаются семь рыболовецких хозяйств, имеющих флот в количестве четырёх судов. Переработкой рыбы занимается одно предприятие с производственной мощностью до 200 тонн сырья в год. Сейчас в том числе и наши рыбаки готовы работать для обеспечения внутреннего рынка. Но для этого необходимо создание инфраструктуры. Та инфраструктура, которая у нас сейчас есть, она достаточно скромна. У нас есть только небольшой цех, который представлен одним фирменным магазином «Аргус». И его объём переработки это несколько сот килограмм в день. Их, в принципе, более-менее хватает для обеспечения городского потребителя. Но и то мы знаем, что бывают периоды, особенно летние периоды, когда продукции недостаточно. Решить проблему с недостатком в регионе рыбной продукции, используя при этом разумные меры. Такая задача была поставлена губернатором округа Игорем Кошиным год назад. Именно тогда в регионе отказались от строительства огромного завода по переработке рыбы. Взамен был разработан новый проект, но уже не завода, а рыбоперерабатывающего цеха. Основной сырьевой базой для цеха станет рыба, добываемая в водоёмах региона. Строительство объекта сегодня является приоритетом для властей округа, отметил Олег Белак. Что касается необходимого объёма, то, опять же таки, есть хорошее взаимопонимание с нашими рыбак-колхозсоюзами. Они, как уже мы сообщали об этом, ждут в 2016 году поступления, скажем так, пополнения своего флота, то есть нового траулера. Нового траулера с новыми мощностями, с новыми холодильными обрабатывающими мощностями, которые уже позволят существенно качественно улучшить производимую продукцию и, соответственно, обеспечить увеличение этой же продукции поступления на внутренний российский рынок. Ну и, соответственно, поступление на рынок нашего региона. Надо отдать должное и той поддержке, которую сегодня округ оказывает рыбные отрасли, отметил Олег Белак. Благодаря региональной программе субсидирования сегодня удаётся сдерживать цены на рыбопродукцию на уровне ниже, чем в соседних регионах. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Актуальной на этой неделе стала и тема бюджета. Кабинет министров закончил работу над проектом главного финансового документа на следующий год. Все дебаты в правительстве по бюджету завершены. Документ уже не подлежит изменению, подчеркнул первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Теперь документы внесут в Госдуму. Вместе с ним представят основные направления налоговой и бюджетной политики, а также долгосрочный прогноз социально-экономического развития страны. В итоговом варианте главного финансового документа страны Минфин уточнил в сторону увеличения параметры доходной и расходной частей. Так они составят 13 трлн. 738 млрд. рублей и 16 трлн. 98 млрд. соответственно. Это вызвано изменившимися прогнозами по объему добычи нефти и газа и ценовым параметрам по газу. Кроме того, уточнил первый зам предправительства, заморозка экспортной пошлины на нефть одобрена сразу на весь 2016 год, а не на первые 9 месяцев, что также дало дополнительные средства. Запомнилась эта неделя и рядом нововведений, которые приняли на очередной сессии депутаты регионального парламента. Так были внесены поправки сразу в два законопроекта, направленные на укрепление доходной части казны региона. Один из них касается установления пониженной ставки налога на прибыль организации для отдельных категорий налогоплательщиков. Второй законопроект касается установления пониженной ставки в 13,5% для организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых. Деятельность в сфере транспорта, производства электроэнергии, оказанию услуг или выполнение работ по перевалке грузов. Принятие законопроекта об установлении пониженной ставки налога на прибыль организации для отдельных категорий налогоплательщиков направлено на привлечение налоговых резидентов и создание благоприятной бизнес-среды для крупных инвесторов на территории Ненецкого округа. Для организации участников консолидированной группы налогоплательщиков предлагается дополнить имеющееся в законе направление деятельности в отношении нефти и попутного газа аналогичной деятельностью в отношении природного газа, а также новым направлением оказания услуг по транспортировке, перевалке, обработке грузов. Ставка налога в размере 13,5% будет применяться в период с 1 января 2015 года по 1 января 2018 года. С 1 января этого года по 1 января 2021 года будет действовать льгота и для организаций, осуществляющих такие виды деятельности, как добыча полезных ископаемых, деятельность в сфере транспорта, производство электроэнергии, оказание услуг или выполнение работ по перевалке грузов. Всего в законопроекте указано 14 видов деятельности. В сегодняшних непростых экономических условиях с целью обеспечения всех расходных обязательств, в том числе предоставления всех мер социальной поддержки для населения нашего округа, дальнейшего строительства социальных объектов, органы власти в том числе должны заботиться и об укреплении доходной базы окружного бюджета. В связи с этим сегодня на сессии принято два закона по одному налогу, налогу на прибыль. Мы установили пониженную ставку налога на прибыль 13,5%, вместо 18%, которые зачисляются в бюджет субъекта Российской Федерации. Для крупных инвесторов, тех, которые работают на территории округа, при этом сумма вводимых основных средств, оборудования, имущества в течение одного года должна составлять не менее 1 миллиарда рублей. Как пояснил Анатолий Мяндин, предприятия будут иметь дополнительную прибыль в виде этой льготы, которую смогут направлять на дальнейшее развитие своего производства именно на нашей территории. В то же время окружной бюджет будет дополнительно получать доходы в виде налога на имущество. В целом же прошедшая сессия носила социальный характер. Парламентарии приняли ряд законов в части упорядочения льгот и мер соцподдержки граждан Неницкого округа. Изменения коснутся людей высокого возраста, семей воспитывающих детей и граждан, имеющих инвалидность. В частности, депутаты приняли законопроект, позволяющий провести более масштабную оздоровительную кампанию для детей округа. И, как отметил глава региона Игорь Кошин, объем средств на данную программу остается неизменным. Ряд принятых законов социальной направленности в новом году коснется лиц пожилого возраста. Единовременная выплата ко дню пожилого человека гражданам, проработавшим на территории округа не менее 15 лет и достигшим 70-летнего возраста, заметно вырастет и составит 16 тысяч рублей. Увеличится и доходность неработающих пенсионеров. В целях установления социальной доплаты к пенсии на 2016 год принят закон об установлении прожиточного минимума для пенсионеров округа. Было принято решение о том, что на 2016 год мы устанавливаем размер прожиточного минимума в размере 16 тысяч 510 рублей. До этого был, в этом текущем году, размер составлял 14 тысяч 210 рублей. То есть те граждане, которые получат пенсию ниже установленной суммы, а именно 16 тысяч 510 рублей, смогут получать доплату из окружного бюджета до уровня величины прожиточного минимума. Данная социальная мера в виде доплаты коснется примерно тысячи человек. Окружными депутатами также внесены изменения в критерии предоставления звания ветеран труда. Отработав люди достойно, имея грамоты уровня Нинецко-автономного округа, возрастной ценз для них не меняется. Но если же претендуют порой люди, у которых была в практике своей жизненной судимость, относящаяся к особо тяжким, то вот, к сожалению, такое звание он не сможет получить, потому что это звание очень высокое. Помимо этого, для получения звания необходимо соблюсти и ряд других требований. Звание ветеран труда присваивается при наличии трудового стажа для женщин не менее 35 лет, для мужчин не менее 40. В отношении лиц, которые имеют государственные награды или ведомственные знаки отличия, а также в отношении категории линевода, чем работники, рыбаки, охотники, промысловики, звание ветеран труда присылает при наличии стажа женщин 30 лет, мужчин 35. В новом году изменится и порядок предоставления путевок мать и дитя. Теперь воспользоваться таким правом могут дети, имеющие третью, четвертую и пятую группу здоровья. Мать и дитя. Путевка по-прежнему сохраняется. Только лишь ребенок ограничится возрастом до 9 лет. Но, тем не менее, сопровождать ребенка может уже и бабушка, и дедушка. Вот законно мы это приняли. Ранее воспользоваться таким правом могли дети до 15 лет. Уменьшение возраста сотрудники департамента здравоохранения связывают с тем, что путевка мать и дитя дорогостоящая и составляет на ребенка и родителя более 100 тысяч рублей. На такую сумму поправить здоровье смогут 5 ребятишек. Начиная с 10 лет, теперь ребенок может отдохнуть в составе организованной группы, направляющейся на отдых в детский оздоровительный лагерь. Еще одно изменение касается детских выплат и затронет многодетные семьи. Выплата в размере 6 тысяч рублей родителю или иному законному представителю, совместно проживающему, филактически воспитывающему ребенка, которому не предоставлено место дошкольно-образовательной организации. И выплата многодетным семьям, ежемесячная компенсационная социальная выплата в связи с рождения 21 декабря 2012 года, третьего и каждого из последующих детей до достижения ребенка возраста 3 лет, в размере прожиточного минимума установлено в низкоавтономном округе. В целях систематизации межсоциальной поддержки предлагается установить, что граждане, имеющие право на указанные выплаты, имеют право на одну из них, по их выбору. Важные изменения коснется и программа ипотечного жилищного кредитования. Уже несколько лет у нас в округе действует так называемая социальная ипотека, согласно которой граждане округа, в том числе и молодые семьи, могут улучшить свои жилищные условия. Но учитывая, что сегодня средства окружного бюджета идут, прежде всего, на обеспечение мер первоочередников, основная очередь, она не движется. И сегодня она составляет примерно около 1000 человек. Поэтому сегодня принято на сессии окружного собрания депутатов решение о том, чтобы средства окружного бюджета поровну направлять на очередь первоочередников и на основную очередь. В первую очередь войдут нынешние первоочередники многодетной семьи, усыновителей и семьи с ребенком-инвалидом. Во вторую – остальные категории. Бюджетное ассигнование планируется распределить между этими двумя очередями в равных долях. Условия предоставления мер социальной поддержки для лиц, имеющих инвалидность, в 2016 году тоже изменятся. Теперь единовременную выплату ко дню инвалида в размере 10 тысяч рублей смогут получить граждане, прожившие на территории округа не менее 10 лет. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Новый уполномоченный по правам ребенка вступил в должность детским омбудсменом стала Римма Галушиным. Ее кандидатура была предложена главой региона Игорем Кошиным и одобрена депутатами на сессии регионального парламента. Клянусь защищать права ребенка, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, законодательством уставом Ненецкого автономного округа, законодательством округа, справедливостью и волосом совести. После принесения присяги спикер Собрания депутатов Анатолий Мяндин поздравил Римму Галушина со вступлением в должность и вручил ей служебное удостоверение уполномоченного. Римма Галушина отметила, что в новой должности она будет защищать права детей, содействовать восстановлению нарушенных прав и улучшать положение семей с детьми. Ранее должность детского омбудсмена занимала Татьяна Гашева. От собрания депутатов экс-уполномоченный по правам ребенка получила почетную грамоту за большой личный вклад в становление и развитие Института уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе. В моем мнении я бы вам поставил за вашу работу отлично и в истории Ненецкого авторного округа вы войдете в первый полномоченный по правам ребенка. Это большая заслуга. В населенных пунктах округа завершается благоустройство. В этом году деньги на облагораживание территорий муниципалитетов выделялись по грантовой системе. Одним из главных критериев конкурсного отбора были результаты фактической реализации мероприятий по благоустройству территорий, проведенных в предыдущем году. Средства из окружного бюджета были выделены 12 муниципалитетам. Между ними было разделено 100 миллионов рублей. Суммы грантов составили от 2 до 20 миллионов рублей. Приморско-Куйский сельсовет получил из окружной казны 12 миллионов рублей. На эти деньги построили уличные деревянные ограждения, приобрели и смонтировали детский игровой комплекс, построили контейнерные площадки, закупили светодиодные деревья, которые установят к Новому году. Сейчас работы в Красном полностью завершены. Также закончены работы по благоустройству в Карском сельсовете. Там на 4 миллиона рублей отсыпаны подъездные пути в административном центре муниципалитета. И восстановлен памятник землякам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной. Почти завершились работы в Коткинском сельсовете. Из окружной казны муниципалитет было перечислено 3 миллиона рублей. Уже заменено 1200 метров мостовых. Установлены цветники и клумбы. Завершается строительство пешеходного моста. Не забыли власти и об удобстве местного населения. За этот период сделано 6 площадок под мусор, бетонированные с ограждением. Приобретены 18 контейнеров, пластиковых по 270 литров. Каждый контейнер на колесах. То есть они уже практикуются, уже пользуются жителями. Вывоз мусора осуществляется один раз в месяц. Детская площадка на 12 элементов игровых установлена. Она недалеко от физкультурно-оздоровительного комплекса. Там и горки, и танецный стол, и игровые элементы городок. В Великовисочном сельсовете работают также на завершающем этапе. На благоустройство муниципалитета поступило 8 миллионов рублей. На эти деньги установлены детские площадки, скамейки, урны. Закуплены светодиодные светильники. Сейчас в Великовисочном продолжается подсыпка центральной дороги. Также к началу следующей навигации полностью преобразятся причалы в населённых пунктах муниципалитета. У нас приобретены и установлены на населённых пунктах пластиковые причалы. Закуплены павильоны для ожидания пассажиров. Причалы частично установлены, но, к сожалению, навигация закрылась. Комплектующие ещё остальные в Нарьянмаре. Но в следующем году они будут установлены, и будет всё красиво. В этом году впервые средства на благоустройство муниципальных образований выделялись на грантовой основе. По словам руководителей населённых пунктов, деньги были распределены очень поздно. Поэтому сложно было уложиться в срок по доставке оборудования и проведению всех необходимых процедур. Несмотря на трудности, руководителям поселений удаётся уложиться в срок. Почти полностью завершились работы в Юшарском, Малоземельском и Пёшском сельсоветах. В завершающую стадию вошли работы и по благоустройству Канинского, Тельвисочного, Антикского и Колгуевского сельсоветов. После завершения главам администрации предстоит отчитаться по расходованию средств, выделенных на облагораживание территорий муниципалитетов. Алена Валей, Телеканал «Север». Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Не забывайте, вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте www.trk.ru. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова